Боремся с несанкционированной уличной торговлей вместе. Почему не стоит покупать овощи и фрукты с рук? Что грозит предприимчивым продавцам у дороги? И куда податься честному фермеру? В торгово-рыночных отношениях разбиралась Анна Володина. Утро, дорога по улице Репина. Здесь, где и без того интенсивное движение в пыли, бойко идет торговля. Овощи, фрукты и другие южные дары. Все бы ничего, если бы не жалобы местных жителей на то, что к вечеру по тротуару невозможно пройти. Мешают импровизированные витрины и лотки с товаром. А главное, разрешения на торговлю у присутствующих нет и в помине. При виде проверяющих сотрудников управления торговлей и правоохранительных органов начинаются звонки и отнекивания. Ни личность, ничего, документов нет. Нет документов, да? Сейчас в отдел поедем, устанавливаем вашу личность. Собирайтесь. Сейчас подъедет. Че это все? Это же не мое. Ну, торгуете же вы, правильно? Рядом еще одна коллега по цеху без права на торговлю. Ушлые предприниматели не хотят платить налоги, поэтому идут на разные ухищрения, чтобы забирать себе все 100% от выручки. Но скупой, как известно, платит дважды. Данным гражданам грозят санкции в виде, так скажем, выписанных нами протоколов. Штрафы, если повторные, а здесь уже повторные. Сумма от 5000 рублей. Протоколы передаются в административную комиссию непосредственно округа, в котором расположен данный торговый объект. Это Прикубанский округ, где уже непосредственно административная комиссия решается и выносится решение. В управлении советуют вести торговлю только в установленных для этого местах. В городе есть не только розничные рынки, но и коммерческие ярмарки, муниципальные ярмарки выходного дня, а еще социальные. Для тех, кто хочет продать излишки собственноручно выращенной продукции. Правда, для таких есть ограничения. Продать можно не более 20 килограммов в так называемый дневной запас продуктов. В городе есть 328 торговых мест, таких как это, где любой желающий, предъявив справку о наличии земельного участка или подсобного хозяйства, может реализовать овощи или фрукты на абсолютно законных условиях. На улице 40 лет Победы расположена одна из так называемых социальных ярмарок. Здесь участники рейда нарушения не выявили. Здравствуйте. Справочку вашу можно посмотреть? Это что у нас такое? Вот справка о наличии подсобного хозяйства. То, что Горбунова Надежда Григорьевна имеет, так скажем, проживающие 40 лет Победы, в том, что имеет наличие подсобное хозяйство размером 0,35 га, которое расположено в станице Керпильской. То, что ягоды, зелень, рассада. Ну вот, в принципе, да. То, что у нее, так скажем. Ну, понятно. Сейчас в Краснодаре работает мобильная группа, которая ежедневно ездит по городу, ищет стихийные рынки и торговые точки. Главное, что отмечают специалисты, это качество и свежесть продуктов. На оборудованных ярмарках и рынках в их безопасности можно не сомневаться. Анна Володина, Артем Тумарь, Сергей Глуховский, телекомпания Краснодар. Порой бесстрашие уличных торговцев поражает, несмотря на рейды и утренние протоколы. Буквально к вечеру бойкая торговля на улице Репина вновь закипела. Нам остается только понадеяться на сознательность местных жителей, которые не станут поддерживать незаконное предложение своим спросом. Продолжение следует...